С точки зрения Украины, вот давайте теперь перейдем на стратегический уровень, очень коротко, да? С точки зрения Украины, Андрей Дмитриевич, это тоже очень важный момент. То есть вот предположим, что приняли переходные положения, дали особый статус, и таким образом как бы запустили процесс, когда многие местные органы власти точно так же в той или иной форме начнут требовать от центра каких-то дополнительных объемов прав и полномочий. Что означает это для Украины? Для Украины это означает фактически крах унитарного государства. То есть фактически мы тогда в той или иной степени, в большей или меньшей степени, мы переходим на формат то ли асимметричной федерации, то ли федерации, скажем, или может быть даже конфедерации. Ну хотя об этом не говорится, хотя Валерий Жискардостен когда-то говорил, что скорее всего все закончится созданием украинской конфедерации. То есть это фактически, что означает? Это крах унитарного государства, это фактически отказ от модели мононационального государства, на что вероятно делалась наверное какая-то, ну я не хочу сказать там ставка, но по крайней мере какие-то расчеты наверное делались. И это фактически отказ от, как это называется по науке, я сейчас не помню, одноязычного государства. Государства, где есть один государственный язык. То есть... Монологично. Ну да, как-то вот. Один государственный язык у нас. Да, один государственный язык. То есть почему? Потому что любой, даже особый, пусть это будет негосударственный статус русского языка, что предусмотрено в частности в особом, ну вот в этом промежутке, значит, связанном с особым статусом, это фактически заявка на введение, ну не то чтобы двоязычия, но фактически как бы создание вот многоязычной среды. То есть украинский язык может оставаться языком межнационального общения и так далее, но де-факто, де-факто получается, что на каждых территориях будут свои языки. То есть там русский будет, ну это мы возвращаемся к той схеме, которая существовала при Януковиче, когда, помните, принимался закон о региональных языках. Хотя тогда просто не было финансирования и значительная часть того, что было написано в том законодательстве, она не выполнялась. Но де-факто это фактически возвращение к тому домайданному периоду, который существовал и который как бы прописывался в законах, принятых, как вы помните, администрацией Виктора Януковича. Что, звучит-то и неплохо, да? Да, по сути, это в определенной степени реставрация того режима. Если мы говорим о гуманитарной сфере, по сути, это реставрация режима Януковича. Но с точки зрения европейской практики, это допустимый вариант на самом деле. Потому что государство, оно же, понимаете, тогда нужно просто, чтобы власть тоже честно сказала людям, чтобы мы сейчас не умничали, чтобы власть честно вышла на диалог. И общественности, как они любят говорить, наши нынешние можно власть, то есть тех, кто при власти, титульно нации. Пусть они глаза титульной нации и скажут, какое государство они вообще собираются после всего этого строить. То есть и какую будет роль и место титульной нации в этом государстве. То есть могут быть любые варианты. Это может быть вариант, грубо говоря, политической нации, как во Франции, скажем, в Германии, где нет понятия француз как этнос, а француз как политическая нация. Но это должно быть честно сказано тогда людям, что мы тогда должны принять ту схему, при которой независимо от того, Беларусь, я не знаю, там, Казах, русский, грек, болгарин, еврей и так далее, это люди, которые являются нашими украинцами. То есть мы не делим больше по этническому признаку, никакой графы в паспорте больше не будет с национальностью. Пятая графа, так называемая, будет просто украинец в широком этом смысле. И эта власть должна это честно тогда сказать людям, что мы строим такое государство. В конце концов, если мы идем по пути европейской интеграции, так здесь нет ничего стыдного. В Европе так оно и делается, по сути. Нет же понятия, например, немец, то есть, грубо говоря, турок или какой-то курт, они говорят немец. Ну, в лучшем случае, там, курдского происхождения или турецкого происхождения. Ну, это немец, он ассимилировался, он прошел все этапы оккультурации. И таким образом, как бы, он уже нормально полноправный немец. Здесь та же схема, давайте тогда говорить об этом. Пусть тогда Порошенко, Яценюк, Гройсман выйдут на публику и скажут, что мы, действительно, мы отказываемся от унитарности, мы отказываемся от этого всего. Мы строим многонациональное государство, мы строим государство, ну, фактически, полуфедеративное, мы строим государство, которое сегодня там существует, например, в Германии или во Франции, и мы отказываемся от всех тех лозунгов, которые там пишутся, там, Украина по Нодуссе, помните, там, вот это все, что они там, значит, как там, слава нации, смерть ворогам и прочее. Вот мы от этого всего отказываемся и строим, как в Европе, обычное демократическое государство. Более, ну, тогда возникает вопрос у меня, хорошо, а чего же тогда вы людей на Майдан вели? У нас такое же было при Януковиче, получается. Был закон о языках, но единственное, что не успели тогда вот эту региональную реформу провести. Помните, там разговор шел до 2017 года передать полномочия в рамках концепции реформирования, значит, местных органов власти до 2017 года Янукович и Азаров тогда подписали концепцию реформирования, то есть передачи от центра в регионы. Ну, это бы растянулось, но у нас в 2016 год, там, через год бы, если бы по той схеме, все бы уже и закончилось. То есть бы передали те же, а может быть, чуть меньше, чуть больше объем полномочий, что и сейчас в рамках децентрализации. Так, возникает вопрос, а за что же тогда гибли и эти люди?